Всем огромный привет! Ну что, приступаем к шоппинг-влогу. Я зашла, это Resort. Пригоднулись мне вот эти вот свитерочки. Они в нескольких цветах. Серый, такой довольно приятный, коричневый и молочный. Здесь в составе имеется шерсть, поэтому они немножечко колючие, но честно, не очень приятные. Я, конечно, их померю, посмотрим с чем-нибудь. Такой приятный довольно костюм. Очень мягкий, приятный к телу. Здесь как такая вот куртка. И брючки на средней, мне кажется, до посадки. Очень даже симпатично выглядит, такого приятного теплого серого цвета. Брючки по стоимости 2300, а жакет 2500. Приятные очень. Выглядит симпатично. Есть вот такая вот довольно приятного цвета. Мне кажется, камера ее правильно не передаст. Светло-светло-бежевый. Без подклада, мне кажется, она будет холодная. Такая на максимум, наверное, до нуля. С шерстяным каким-нибудь свитером, возможно, нормально будет. Вообще, в целом, я люблю дубленки. Выглядят они интересно. Это довольно достойно тоже выглядит. По стоимости 5000 рублей. Но, честно, 5000, наверное, все-таки за нее многовато. Вот этот свитер с горлом очень симпатичный. Помягче. Мне кажется, здесь как раз-таки по составу он похуже. Мне кажется, здесь нет шерсти вообще. Приятный такой голубой припыленный цвет. Очень мягкий. Красивый. 2300. Наши возьмем в примерочную чем-нибудь, примерить. Симпатичное пальто. Очень красивые здесь цвета. Здесь, видите, голубая прострочка. Красная, бежевая плюс молочный. Очень благородно выглядит. Стоит 5000 рублей. Здесь 20% шерсти. Такое прямого кроя. Я взяла себе прям значительно побольше. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в свитере. То есть у меня прям плечи не на месте. То есть это прям оверсайз. Но пальто прям достойно, я вам скажу. Единственное, что он, конечно, не на прям супер холодной погоде. Пуховик очень яркого розового света. Прям не он, конечно, но все равно очень красивый. Вот этот кардиган тоже симпатичный. Такой бежевый с ярко-розовой прострочкой. Классно смотрится. Мне прям очень нравится. Для меня он, честно говоря, ярковат. Мне придется в нем все время ходить на красную, но в целом очень даже симпатичный. Правда, очень жалко, что камера не передает правильно этот цвет. Он очень красивый. Опять-таки здесь есть капюшон огромный. Продолжение следует... Очень симпатичный такой бежевый пуховичок. Я взяла также на размер побольше, чтобы он был немножечко оверсайз. Здесь есть капюшон. Такой не совсем любимый мой бежевый цвет. Он немножечко такой холодненький. Но в целом тоже симпатичный. По стоимости он 3,999, ну 4, грубо говоря. Очень даже. Но не зимний. Зимой будет прям холодно. Если только не носите какое-нибудь термобелье, сверху какой-нибудь такой прям теплый хороший свитер, то в принципе в этом тоже будет комфортно. Выглядит очень симпатично. Мне нравится. Можно еще вот здесь вот так вот затянуть. Кому нравится, знаете, чтобы еще более дуто так смотреться. Или взять еще больше. Чтобы он прям был огромный-огромный. Но мне и так нравится. Так. Это можно было бы взять и поменьше. Я взяла прям очень большой размер. Очень жаль, что вот здесь вот не на талии будет это все. Я бы хотела бы посильнее здесь подчеркнуть талию. Такое стеганое пальто, пуховик. Это очень хорошо будет для девочек, которые работают в офисе и предпочитают какой-то более классический стиль. Цвет довольно симпатичный, но камера вопрально не предает. Как бы я ни старалась его поймать, он все равно не такой. Он более такой приятный, теплый, коричневый. Довольно симпатичный пуховичок с капюшончиком. Можно его приталить. Он довольно объемный. Тут такая желтенькая, коричневая и молочная прострочка. Выглядит очень даже симпатично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я для вас собрала 8 вещей. И так, вот одна пара обуви и 7 вещей. И посмотрим, сколько я образов соберу с этим. То есть своеобразная капсула получается. На такую, знаете, осень-зиму. Ну что, приступаем? Первый образ вот такой вот с летящим шифоновым платьем. Вы его также можете носить и осень-зиму. Просто поддевайте плетные какие-нибудь коробки. Честно, мне для этого образа хотелось бы какую-нибудь более грубую верхнюю одежду. Либо куртку-авиатор, либо что-то такое вот объемное. Но мне хотелось, чтобы верхняя одежда подходила подо все. В принципе, сюда с такой верхней одеждой просятся какие-нибудь сапоги. Вообще, в идеале, было бы для этой капсулы какие-нибудь более светлые ботиночки. Ну, просто потому что по сочетаемости было бы проще. Следующий образ, это тоже платье. И поверх я надела очень такой симпатичный, объемный свитер. Он с люрексом, таким золотистым. Будет очень симпатично. Можно на самом деле подпоясать, а можно, в принципе, и без этого. И вообще можно это надевать совершенно по-разному. Вы можете просто вот так вот приспустить, чтобы получилось как юбочка. Ну, собственно, можно вообще без ремня. Ну, тот, кому как больше нравится. Я, конечно, понимаю, что этот образ совсем далеко, просто не для всех. Он, в общем, мало кому понравится. Ну, потому что в нем отженственности мало осталось. Тут такое объемное розовое худи, очень теплое. Но, в целом, так тоже можно было бы. Следующий образ. Я взяла этот же худи, но надела его уже с джинсами на завышенной талии, которые сшиты на подобии брюк бананов. Выглядит очень симпатично. Мне сейчас очень нравится именно голубой джинс. Мне кажется, что зимой это выглядит гораздо эффектнее, чем летом. И вот все-таки мне бы здесь очень хотелось увидеть именно бежевую обувь. Образ тогда бы заиграл еще более интересно. Ну, и с черными, собственно, тоже возможно, просто добавив какие-то еще черные детали в образ. Следующий образ я просто сменила верх на свитер. Мне очень этот свитер понравился. Он безумно мягкий. И, несмотря на люрексную нить, он совсем-совсем не колючий, приятный к телу. Выглядит очень симпатично. У него такой персиково-розовый какой-то цвет. И также я добавила сюда ремень, вместо того, что входит в комплект с этими джинсами. Несмотря на то, что скини сейчас не актуальны, я знаю, что все равно многие девочки их предпочитают. Плюс тут незаезженный такой хаки цвет в сочетании с персиково-розовым. Очень такое интересное сочетание. Мне понравились эти штанишки. Они на завышенной талии, выполнены под кожу. Выглядит очень интересно. Ну и, конечно же, образ худи. Он безумно удобный, мягкий. И у него такой более розовый цвет, чем вы видите сейчас на экране. Такой припыленный розовый. Тоже красивое сочетание вместе с хаки. Выглядит прям очень классно. Не знаю, это прям мое любимое сочетание на данный момент. Честно говоря, если бы я выбирала в эту капсулу ботинки, я бы выбрала какой-нибудь подобный. Только в бежевом или в белом свете смотрелось бы более эффектно, более интересно и более органично. Также я, наверное, бы все-таки взяла бы какое-нибудь другое немножечко пальто, потому что это все-таки уводит слишком сильно в классику. Для конкретно такой капсулы, такой довольно повседневной. Наверное, это капсула для студентки, которая следит за модой. Возможно, уже что-то такое. Но, конечно, это не офис. Если вам интересно, чтобы я составила капсулу именно в офис, то оставляйте свои комментарии. В следующий раз образы будут немножко другого характера. Это скорее больше про меня. Я люблю сочетать женственность со спортом, с гранжем, с чем-то таким грубоватым. Просто потому, что мне в этом максимально комфортно. Это максимально отражает мой стиль. Это максимально я. Я не люблю быть излишне женственной. Мне некомфортно в таких образах. Иногда мне хочется, но у меня очень редко такое настроение. Я в основном провожу время со своим ребенком в блоге, на мероприятиях. У меня нет на данный момент каких-то деловых встреч. Поэтому мне не нужно иметь в своем арсенале костюмы, юбки, карандаши и тому подобное. Мне очень понравился вот этот благородный цвет этой юбки. Она какая-то, знаете, наверное, медное-розовое золото. Очень красиво смотрится. Знаю, что я все-таки ограничена одним магазином. Поэтому, собственно, того, чего мне хочется здесь, конечно, нет. Как я делаю вот так вот укороченный свитер. Он на самом деле длинный. Просто я его подворачиваю под лиф. И получается вот так вот. Можно надеть сюда и ремень. Ну и так тоже очень красиво. Все цены и размеры, все будет указано. Все мои параметры будут, смотрите, в инфобоксе. Также бонусом решила вам показать еще несколько вещей, которые также привлекли мое внимание. В первую очередь, это вот этот вот такой бежевый костюм. Он безумно мягкий и очень теплый. Он настолько плотный, что мне кажется, он не будет продуваться. Также я взяла вот эти вот бежевые ботиночки. К сожалению, они с искусственной полностью. И в них будет довольно прохладно. Также этот пуховик просто меня покорил. Он мне очень понравился. Как он сел, его цвет. Вы знаете, из того, что я видела в магазинах, наверное, это все-таки самый красивый бежевый. Но, к сожалению, эта куртка не будет вам в лютый мороз сильно возгреть. Также вот этот свитер, который я обещала примерить. Он мягкий, очень приятный к телу. Мне понравился. Могу его прям от души порекомендовать. Что касаемо брюк, девочки, я взяла... Они маломерки. Я взяла их в размере довольно большом. В большом, но все равно они как-то сели в облипочку. А мне бы хотелось, чтобы они сидели более свободно. Что касаемо вообще всех свитеров, я брала для себя в большем размере, чтобы они сидели более объемно. А на этом, пожалуй, все. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальчики вверх. И очень скоро вы увидите видео из Зары. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.